Самое главное это то, что мы все-таки смогли остановить врага, который не пошел дальше. Хотя, вы знаете, были наметки, были, так сказать, моменты, когда враг планировал пойти гораздо глубже. И этого абсолютно секретов никаких нет. Поэтому самое главное, что произошло в 2015 году, повторяю еще раз, то, что мы смогли остановить врага. Благодаря чему? Благодаря тому, что все-таки наш народ мобилизовался, прежде всего народа, заслуга народа. Второе это то, что вооруженные силы практически смогли подняться с нуля. Да, ведь не секрет, я не хочу комментировать, об этом очень много сказано было на протяжении этих лет войны, что наша армия была на нулю. Сейчас армия все-таки поднялась, и уже наш противник, это сепаратисты во главе российских войск, задумываются, как быть дальше, как поступать дальше, потому что они понимают, что сегодня армия способна дать, как есть такое выражение, по зубам действительно, и мы способны это сделать. Дмитрий Иванович, ну скажите нам, почему армия реально может противостоять нашим противникам? Почему вы так думаете? Ну я так думаю... Более детально нам расскажите об этом. Дело в том, что мы уже доказали, что мы можем воевать. Если бы мы не доказали и не остановили своими действиями противника, то мы бы сегодня имели бы более плачевную картину. Поэтому это уже один из факторов. Почему армия? Ну потому что все-таки руководство в целом, если говорить, страны понимало, что без армии абсолютно мы не защищены. Поэтому, естественно, подняли вооруженные силы. Во-первых, была неодноразовая мобилизация. Мы знаем, сколько... Шесть волн мобилизации было. Это первое. Второе. Все-таки часть техники мы подняли, хотя, безусловно, у нас техника старая, но, тем не менее, мы смогли ее отремонтировать. Про модернизацию говорить, конечно, рано, потому что сроки не прошли, хотя этот процесс продолжается. Вот это второе и третье. Безусловно, то, что у нас было, будем говорить, всеобщее такое явление, как волонтеры. Которые очень мощную роль сыграли в том, что мы смогли остановить врага. Я считаю, что это, ну, на первом этапе особенно, это главная была составляющая, именно волонтерские движения. И, безусловно, это добровольческие батальоны, которые сыграли очень серьезную роль. Правда, сейчас, когда армия окрепла немножко, и уже с этими людьми, с этими, с нашими, не с этими, а с нашими волонтерами, с личным составом добровольческих батальонов поступают, как вот поступают, в случае, то, что некоторых арестовали, непонятно по каким причинам. Некоторые, так сказать, не защищены абсолютно государством. Некоторые добиваются участника боевых действий по год-полтора. И такие случаи есть. Это же тоже влияет на мораль нашего общества. Поэтому, вот, я считаю, вот эти факторы, главные, которые сыграли роль, так сказать, вот, в том, чтобы остановить. И еще четвертый назвал бы, опять подчеркиваю, роль народа, в том плане, что люди не остались в стороне, отдавали последние. Вы же знаете, столько было случаев, ну, поголовно практически. Простите, я в том числе неоднократно участвовал в том, чтобы как-то помочь нашей армии. И мои дети, и уверен, что и ваши, и так далее. К сожалению, в этом плане не видно роли наших руководителей, вот, в том, чтобы помочь армии в материальном отношении. Это плохо. Ну, вот, мы помним, что когда начинались военные действия, то первыми, прямо на передовой, стояли добровольческие батальоны. Вот сейчас, вот, в конце, и даже где-то в середине, да, 15-го года, уже на эти передовые позиции переместилась армия, а батальоны, как бы, отошли в тыл. Вот, это действительно так? И если да, то означает ли это, что армия снова почувствовала, что она армия, почувствовала свою силу, что действительно уже оснащение армии получше? Вот, как-то поменялось это или нет? Ну, вы знаете, пока говорить, и так спешить, с такими выводами, что у нас уже армия все может, я бы не спешил, потому что мы только начинаем становиться, я бы так точнее сказал бы, мы только начинаем, что у нас более стали подготовленные люди, что у нас техника появилась, хотя еще недостаточно, очень недостаточно техники. Главный вопрос, кстати, который сейчас муссируется в армии, это недостача как раз техники, понимаете? То есть по-прежнему сохраняется? Да, это пока, пока это есть. То, что армия заняла передовые позиции, это правильно, потому что армия должна занимать, понимаете? Главный фактор защиты государства, это вооруженные силы, это армия. А добровольческие батальоны, да, они могли пойти на докомплектование, на передышку, на, так сказать, второй, третий эшелон, и с ними ничего, на мой взгляд, я глубоко в этом убежден, пока противник силен, и пока еще Путин не отказался от агрессии, мы не можем как-то по-другому поступать с этими батальонами. Батальоны также должны быть, потому что они уже имеют боевой опыт, они прошли школу войны, и они, конечно, сыграли свою роль, и в будущем, я в этом не сомневаюсь, они сыграют еще свою роль, поэтому их нужно беречь, их нужно лелеять, их нужно вооружать, да, их нужно воспитывать, безусловно, то есть ими нужно заниматься, то ли в структуре вооруженных сил, то ли в структуре национальной гвардии уже как-то не там распределены, но ими нужно заниматься, и они будут помогать вооруженным силам решать задачи войны, которые на сегодняшний день существуют. Ну вот еще один важный нюанс, вот у нас недавно был в гостях Игорь Смешко, бывший глава службы безопасности. Игорь Петрович, мы знаем, Игорь Петрович, все хорошо. И он сказал интересный факт, что когда, говорит, я приезжаю куда-то на Запад и говорю о том, что дайте нам оружие, они показывают не сводки, где мы вот, Украина, продаем оружие. Вот скажите, пожалуйста, действительно ли Украина может продавать в таких ситуациях оружие, когда она сама нуждается в тех же самых танках, в тех же самых самолетах? Вот как такое может происходить, что с одной стороны мы остро нуждаемся и какие-то машины, помните, волонтеры, как грузовики, обваривали железом, потому что не на чем было сражаться. В то же время мы продавали оружие. Вот как это соотносится, вот и в военной индустрии, и в военной... Вы знаете, я этой проблемой интересовался и критиковал в свое время Украинской оборонпром, но у меня таких фактов нет, потому что сегодня, насколько я знаю, есть указ президента секретный, есть постановление Кабинета министров о том, что есть запрет на экспорт оружия, понимаете, на сегодняшний день. И это не только на сегодняшний день, это и раньше было принято, где-то, может быть, ну, больше полгода назад, может быть, около года, такие решения были приняты. Поэтому я в настоящее время не слышал, что вот так вот открыли, и мы могли запросто торговать теми же танками, бронетранспортерами, стрелковым вооружениями и так далее. Я такой информации на сегодняшний день не имею. Просто говорить гологла, заявить, ну, просто, вот, так сказать, свое мнение, ничем не обоснованное и не подтвержденное, я не могу. Ну, тогда несколько перефразирую вопрос, в другую плоскость переведу. Вот насколько сегодня украинская оборонная промышленность и военная промышленность готова производить необходимое для Украины количество оружия? Вот мы все время ждем, что кто-то нам даст оружие, там, США даст, еще кто-то даст, да? Но пока никто, к сожалению, не дает. Вот почему мы сами не можем сделать для себя, для нашей армии это оружие? Дело в том, что мы очень многое можем. У нас просто нет хороших организаторов. Организаторов или денег? Вот это важно? Вы знаете, и деньги у нас есть, если бы еще меньше, уже слово нехорошее, воровали бы, если бы мы в офшоры не отправляли эти десятки миллиардов долларов, то у нас все есть. У нас и розум есть, у нас все есть. У нас нет организации, у нас нет тех личностей, которые будут думать прежде всего о государстве, а потом о себе. К сожалению, наверху у нас таких личностей нет. Вот я вижу, в чем главная причина. И нет политической воли на претворение тех задач, которые стоят перед страной. Вот это главное, на мой взгляд. Что касается оружия, ну, я, как говорят, повторю свои слова, которые я говорил уже неоднократно, что я считаю, что не функция этого Укроборонпрома заниматься вопросами вооружения. Дело в том, что этот Укроборонпром организовался на базе Укроспецэкспорта, понимаете. Укроспецэкспорт – это структура, которая действительно занималась продажей оружия. Но они должны были заниматься продажей излишки оружия прежде всего. Но они, к большому сожалению, и, так сказать, в согласии вооруженных сил продавали лучшие, а нам осталось худшие, к большому сожалению. И я это сам в очи увидел, это уже я могу подтвердить. И на сегодняшний день этот Укроборонпром никак перестроиться не может на то, чтобы прежде всего заниматься изготовлением, модернизацией техники, разработкой и поставлять лучшие вооруженные силы. Они в основном думают, как организовать продажу и, извините, набить себе немножко карманы. Они думают прежде всего о себе, не о государстве. Это мое мнение, и это можно на примерах подтвердить, что это действительно так. Потому что много было жалоб со стороны фронтовых людей, которые побывали на фронте, на технику, которая поступала с Укроборонпрома в войска. Приезжали на фронт, поступала техника и необслуженная, и, так сказать, незаправленная, и многие-многие вещи, которые, так сказать, не способствовали успехам во время боевых действий. Из трех танков приходил один там, ну и так далее. Примеров очень было много. Поэтому я предлагал, что во время ведения войны, на мой взгляд, вот эти предприятия, которые непосредственно сегодня работают на фронт, непосредственно на армию, их нужно было бы изъять. Но кому-то этого не нужно. Кому-то этого не нужно, потому что уже привыкли, что через Укроборонпром можно проворачивать многие авантюры, и, естественно, вот эти миллиарды, они где-то оседают в каких-то карманах. Поэтому сегодня я бы поставил вопрос, что вот эти предприятия нужно починить министру обороны, понимаете, под жестким контролем, чтобы вот это предприятие работали только на оборону, только на фронт. А сейчас они под чем контролем? Они сейчас, большинство из них, когда ликвидировали Минпромполитики, они где-то порядка 50 предприятий Минпромполитики, ну и где-то около такого же количества Минобороны, причем лучшие предприятия. Те, которые уже лежали, они к себе их не взяли. Они до сих пор лежат. Кстати, вот эти лежащие, Министерство обороны сейчас их поднимает потихоньку, и они занимаются, ну, частично модернизацией, но особенно ремонтом техники и отправляют эту технику на фронт. А что касается Укроборонпрома, к сожалению, ну, видимо, нет там государственных людей, которые подняли бы эту проблему и работали на фронт. Вот, на мой взгляд, я бы так поступил бы сегодня. Но в целом, вот, военная промышленность, если хотите, в Украине развита или нет? Вот кому она сейчас принадлежит? Это государственная, негосударственная? Как она может работать? Может ли она конкурировать? Существует ли она вообще? Вы знаете, на этот вопрос я бы так ответил бы, что на Украине много чего было хорошего. Ну, во-первых, у нас вторая группировка была по численности вооруженных сил в 92-м, 3-м годах, около, ну, 836 тысяч человек, около миллиона человек. Я уже не буду перечислять три округа, отдельная армия ПВО, три воздушные армии, флот и так далее и тому подобное. Вы представляете себе, из-за этого времени, к сожалению, Украина под приводом того, что на нас никто не нападет, что у нас мирная доктрина, что мы и влево, и вправо, у нас вектор вращается, как президент, с каким настроением встал, туда и вектор повернул, простите, да? Ну, примерно так оно в реальной жизни за 20 лет получалось. Вот, поэтому мы вот разоружились до такой степени, что врага мы встретить, к сожалению, не могли. Ну, и последние годы явно было направлено на то, чтобы армию уничтожить, потому что Россия, видимо, заранее к этому готовилась, к процессу. Вот, ну, я не могу сказать, Янукович знал, не знал, но Соломатин, к примеру, министр обороны, наверное, знал, и он готовился четко, за что получил чуть ли не там героя России за этот развал. Поэтому, конечно, тут вопрос, что сегодня, что сегодня. У нас и научных организаций было очень много, и на заводах конструкторских бюро очень мощных было. Вот, все за это время очахло, все за это время уничтожалось, все за это время тлело, заказов, естественно, у нас в Минобороны практически не было, понимаете, финансирования не было, поэтому эти предприятия, эти конструкторские, так сказать, учреждения, они потихоньку все, ну, фигели-фигели, извините, пожалуйста, так? Поэтому сегодня еще можно поднять, и есть еще у нас базовые предприятия, которые способны подняться, но туда нужно, во-первых, кадровый потенциал улучшить, потому что уже большинство и устарели там, и прочее, прочее, нужно, во-первых, конструкторы современные, во-вторых, конечно, финансирование. Я не знаю, насколько сегодня будет оживление вот этих вот структур, потому что мы без них также не обойдемся, потому что базироваться сегодня на старой военной технике и пользоваться только старой техникой мы далеко не уедем, потому что сегодня нужны и руки, разведно-ударные комплексы, сегодня нужно и танк уже более современный, насыщенный не только пушкой там или стволом, понимаете, а нужно и, чтобы он имел ракетное вооружение, вот, развед, это самое, должны быть очень серьезные комплексы разведывательные, чтобы мы знали, где, откуда противник нанес удар, и, естественно, тут же нанести удар по нему. То есть это все система очень сложная, и над ними нужно работать, потому что по-другому мы только будем пожинать грады, которые нас будут уничтожать, а сами мы мало чего сможем. Поэтому науку, вот конструктив сегодня, безусловно, нужно поднимать. Мы это способны сделать, я считаю, несмотря на вот ту бедность, которая была в течение этих лет. Единственное, что нужно, организация высокая, думать об этом и, естественно, финансирование. Как изменился кадровый состав вот в армии за последний год? Вы же наверняка там общаетесь со своими старыми друзьями, в курсе всех происходящих событий. Ну, я, дело в том, что я работаю в такой структуре, что мы занимаемся модернизацией радиоакционной техники, сейчас перешли на модернизацию зенитно-ракетной техники. Вот, и, естественно, мы имеем отношение, но, к сожалению, за эти все годы вооруженным силам тоже ничего не надо было. Мы много вооружения поставили в Азербайджан, в Казахстан, в Армению, в Узбекистан, ну и другие, в Египет, в Африку, в Уганду. Нашим вооруженным силам ничего не надо. Мы обращались, у меня вот такая папка собрана, писем, обращение в Министерство обороны ко всем министрам, которые были, практически ко всем. И на некоторые, на большинство из этих обращений мы не получили даже ответа. Поверьте, вот такая папка лежит. Я для истории ее сохраню. Вот еще кое-каким руководителям я ее покажу, чтобы они убедились, что мы действительно не лежали, а занимались и хотели принести пользу Министерству обороны. Но, к сожалению, Людмила, никому ничего не надо было, понимаете? Парадокс, но факт. Более того, я вам скажу, что один пример, позвольте, в этом ракурсе я позволю себе некоторый факт привести. Вот мы перешли где-то лет 7 назад на модернизацию зенитных ракетных комплексов, в том числе зенитного ракетного комплекса С-125. Сейчас мы уже модернизировали, практически идет дело к концу, зенитный ракетный комплекс Куб. Вот это сухопутных войск. Значит, зенитный ракетный комплекс С-125 был снят с вооружения вооруженных сил, ну, где-то примерно там в 98-м году. После этого где-то было около 40 этих комплексов. Часть из них была уничтожена практически на металлолом, продана как металлолом. Часть из них продана в другом виде, в другие страны. Сегодня у нас там где-то их около десятка осталось, этих комплексов. Их можно модернизировать, потому что нам нужно, в принципе, железо. А все остальное мы делаем на новой элементной базе. Это практически новый комплекс. И, в общем-то, с более лучшими характеристиками и возможностями. Мы этот комплекс, как я уже сказал, модернизировали. Вот. И подготовили к испытаниям. Было решение министра обороны, спильное решение министра обороны. Был приказ начальника генерального штаба, как главнокомандующего вооруженными силами. Это вот буквально уже в декабре месяце. Вот сейчас, который заканчивается. Да, да, да. Вот сейчас. В декабре. Свеженькая история. Свеженькая история, да. Совершенно свеженькая история. Кому-то будет интересно. Значит, мы в соответствии с этим приказом выехали в Тузлу. Сами, кстати, совместно с Министерством обороны. Но в основном там львиная доля нашего была участия. Практически мы самостоятельно выбирали этот участок для стрельбы. Мы провели, так сказать, инженерную подготовку этой позиции. Совершили марш. Вы же понимаете, это все очень непросто. Это десятки машин, это комплекс, это люди. Одели людей в форму, как положено. Подготовили людей, накормили людей. Вот, еще и готовы были, так сказать, и вооруженным силам помогать в этом плане. Должны были мы выполнять боевые стрельбы с 16 по 18 декабря. Вдруг, вдруг мы уже развернулись, были готовы нажать кнопку «Пуск». Уже мишени были подготовлены соответствующим образом, в том числе и Моская. Этим комплексом заинтересованы и войска, поветренние силы, и военно-морские силы. Поэтому мы должны были стрелять и по воздушным целям, и по морским целям. Но 15 числа нам поступает команда. И то я эту команду еле выжал с УС начальника генштаба. Так что же нам делать по телефону? Я спрашиваю товарищ начальник генштаба, что же нам делать? Мы же приехали, мы готовы стрелять, а тут какие-то пока слухи ходили. Возня шла, а команды нам никто не давал. Ну, видимо, может, он что-то хотел решить, я думаю, так, чтобы все-таки убедить министра обороны и других там начальников, чтобы мы отстрелялись. И в дальнейшем было принято решение уже такое, министр обороны там или министерство обороны, что с этим комплексом делать и так далее. Это уже не наше, это их дело. Подходит, подходит, не подходит. Мы на модернизацию этого комплекса, будем говорить, израсходовали более 100 миллионов гривен. Более 100 миллионов гривен, понимаете, предприятия за свой счет. Мы все делаем за свой счет. Готовы железо, покупайте, берите и так далее. Так же, как и на заказчика. И вот мы остались у разбитого карета, как говорят. Так они что, прекратили стрельбищу? Да, министр обороны издал распоряжение о том, чтобы отменить. А что сказал начальник генштаба? Точнее, призупините. Начальник генштаба возмутился и сказал, что вот призупините. И отдал свое распоряжение, что действительно призупините. И потом командующий поведенными силами на командном пункте довел это распоряжение до нас о том, что вот такая ситуация. А что нам дальше делать? Никто команды не давал. Мы, естественно, собрались. Так это вы по своей инициативе это все придумали сделать? Или у вас было до этого какое-то... У нас была инициатива, но это же было решение министра. И начальник министра было решение, спильное, а начальника генштаба был приказ. Мы не самовольно это все делали, чтобы правильно поняли. То есть вы не сами поехали на тузу просто пострелять? Нет, конечно. Мы не сами. Вы так не шутите. Мы не сами. Мы все законно сделали. Просто нам потом уже, как говорят, мы остались с непонятными действиями, с непонятными, так сказать, моментами столкнулись. И вот что имеем, то имеем. Это я хочу подчеркнуть ситуацией, которая произошла во время войны. Хотя есть постанова Кабинета министру, которая дает возможность сократить процедуру принятия на вооружение комплексов, любого вооружения, которое во время войны производится, модернизируется и так далее. Но несмотря на это, ни на что, несмотря ни на что, вот такое распоряжение. Что тут под этим распоряжением, как ее нужно усматривать и как ее расценивать, мне трудно сказать. Потому что я не хочу говорить, что это коррупция, я не хочу говорить, что это какие-то другие моменты. Я не имею на это права, потому что у меня нет пока таких данных. Оно со временем будет известно. Но пока я не могу сказать, что вот именно так. Но сам факт, вот так вот у нас поступают во время ведения войны. Ну так, может быть, какие-то конкуренты предложили лучший вариант или что произошло с вашей точки зрения? Ведь так же просто тоже не бывает. Я на этот вопрос четко вам отвечу. Некоторые наши конкуренты, у нас они есть. Но эти бездарные конкуренты, пусть и на меня не бежат. Все называют конкурентов бездарными. Ну, я имею на это право, потому что я за свое предприятие, где я работаю, я гарантирую, что у нас делается все качественно. И это вот на днях, я думаю, что руководство, один из руководителей посетит наше предприятие, и он в этом убедился. Он в этом будет убежден, что это действительно так. Наши конкуренты есть определенные там по радиолокации, они выпускают. Мы им не мешаем абсолютно, пусть ими типа укрспедтехники, они себе работают и мы работаем. Мы абсолютно, как говорят, не пересекаемся в этом плане. Единственное, что государственные структуры, государственные структуры, они, конечно, не сильно вникают в этот процесс. И хочу подчеркнуть, за 24, уже считайте, года, некоторые вот эти конкуренты, вот эти, как их назвать, горе-конструкторы, горе-писатели, горе-руководители, они в основном, я же много на совещаниях присутствовал в Генеральном штабе, в Министерстве обороны, где они рассказывали, эти писатели на квадратики рисовали, понимаете, за этими квадратиками потом выделялись деньги, выделялись финансы. И за 24 года никто из этих, вот этих вот, как вы говорите, наших противников ничего не может показать, понимаете, вот такой парадокс. Это я вам точно гарантирую. Ничего не могут, вот сейчас спросить, что вы, вот там Сапсан, допустим, разрабатывался, ракетный комплекс, из какого-то там 93-го года. И до сих пор идёт возня, а вот что показать, за 24 года, что они сделали, кроме вот этих вот пылявшихся полок, то, что вот, как у вас тут книги стоят. Если нет, у нас прекрасные полки. Да, извините, да. Ну просто я вспомнил, что кроме вот этих загруженных полок, вот этим вот, макулатурой этой, ничего нету на сегодняшний день, понимаете. Это тоже вот был подход, вот, предложить такие варианты, за счёт, конечно, коррупционных схем, Министерству обороны, вот кто-то там умел зайти вовремя к соответствующим начальникам, порешать эти вопросы, вытащить оттуда деньги, разложить туда, куда нужно. Тот, который принимал решение, я думаю, он тоже это получал, вот. Вот, а потом на выходе нуль, то, к счастью, наше предприятие, к счастью, так не делало. Мы делали всё за свои финансы, готовые продукцию, предлагали, берите и так далее. Но мы, вот у нас есть там строгие соучредители, поверьте, я не рекламу делаю. Это уже практически реклама. Нет, нет, это не реклама. Категорически запрещено связываться с любыми коррупционными действиями. Я в этом году даже отказался, мне запретили поздравлять с бутылкой шампанского, там, или с каким-то сувениром, даже своих, ну, с кем я там сотрудничаю и прочее. Представляете себе? Я не преувеличиваю. Извините, что я немножко расширен, но дело в том, что этот вопрос, никуда от него не денешься. Это горе вопрос, это болющий вопрос, это самый главный вопрос, потому что у нас на сегодняшний день мы воюем старой техникой. А нам нужно думать о завтрашнем и послезавтрашнем дне, потому что мы с вами убеждены, люди, сегодня, что война, пусть меня люди простят, что я скажу, но война завтра, к сожалению, не закончится, понимаете? Это же очевидно, что Россия от Украины пока не отказывается. Это же видно последовательно, о чем я вам еще говорил полтора года назад, если вы помните, понимаете? Ну, говорили, конечно, да. Да, говорил полтора года назад, что это все непросто, что мы увязли не на один год. И пока мы капитально не вооружимся, пока мы не, когда там, пока те не убедятся в том, что мы себя можем защитить, то мы вот должны продолжать вот эту главную задачу нашу – обороняться.